Всем привет, меня зовут Лиза, и сегодня в гостях на канале у меня Кирилл Скобелев. Всем привет. И я недавно, или когда это было, в Москве, я выкладывала фотографию с Кириллом, и люди мне писали, вы что, знакомы? И сегодня я решила записать это видео и вообще рассказать, как вы познакомились, потому что мы с Кириллом уже почти полтора года находимся в общении. В общении непрерывном. Лиза так часто в Москве, а я второй раз за все это время в Петербурге. Мы, кстати, снимали с ним видео про Петербург, о том, какие места посмотреть. У меня ощущение, что тебя очень плохо слышно будет, нет? Почему? Он ушел. Кирилл, первый вопрос, который я тебе задам, это как мы познакомились. Я хочу, чтобы Кирилл рассказал свою версию, а я расскажу свою. В прошлом году мы с Костей Пак. Итак, я приехал на фестиваль Витфест. Витфест, да. Я спросил, тогда я не знал, что Лиза зовут Лизой, как ее зовут, она почему-то не отвечала на вопрос. Она начала как-то бегать, прыгать. И в итоге мы начали общаться, попили кофе и, в общем-то, все остальные дни гуляли, болтали и общались. Это была моя история. Теперь я расскажу свою. Да, я просто знаю на самом деле, как было. Было очень холодно на улице, уже дождь был, да, у меня было холодно, потому что... Зато сейчас не холодно. Я была в футболке и в куртке кожаной, мне все равно было холодно. У меня была еще рубашка. Я помню, щетечки были, и у тебя был огромный шарф. Нет, это был не мой шарф. Оборачиваюсь назад, там стоит Кирилл, такой, привет, а что делаешь сегодня вечером? Следующий вопрос, который тревожит всех, всю общественность, всех моих подписчиков, это как ты со мной общаешься, Кирилл? Ты же меня старше-то на 10 лет. Потому что Лиза умеет шутить и как-то с юмором все воспринимать. Я просто смеюсь над шутками Кирилла. Да, и поэтому мы можем общаться. Думаю, что Лиза просто немножко старше, что ли, своих сверстников, и нам тогда было прикольно и интересно, и до сих пор Лиза приезжает. Я не чувствую никакой проблемы в общении, хотя иногда, иногда у тебя включается режим, в котором мне сложно с тобой общаться, когда ты просто без конца над всем угораешь, и мне тогда сложно. Лиза, а как ты тогда общаешься? 10 лет? Разница? У тебя такое вообще было до этого? Ну вот сейчас у меня появились знакомые друзья, которые старше меня, там, на 13 лет и так далее. И мне с ними интересно общаться, потому что они мне рассказывают о каких-то новых вещах и тянут меня постоянно вверх. Когда я собиралась снимать это видео, я уже в голове у себя прокрутила эти два вопроса, и я хотела тебе, знаешь, что сказать? Что ты, этот человек, идеал. Кирилл очень многим вещам таким меня учит жизненным. То есть не рассказывает мне, там, про нейроэкономику, не рассказывает мне, там, про три главных вопроса философии. Он именно дает мне такие жизненные уроки. В каких-то определенных ситуациях нужно действовать так, а в каких-то определенных ситуациях нужно работать над этим. У меня нет никакой предвзятости к тому, сколько человеку лет. Интересно мне с ним, прикольно. Это самое главное. А остальное, наверное, не так важно. Еще очень круто, что мы с Кириллом живем в разных городах, и когда мы видимся, у нас случается такой бум, и мы просто общаемся, общаемся, общаемся. Или в моем случае я просто угораю над всем, что говорит Кирилл. Вообще Лиза для ее возраста разбирается в каких-то вещах, о которых я не задумывался, мне кажется, в 15 лет. И это меня приятно удивило. Ты читаешь какие-то книги, ты часто можешь просто записать радиосообщение с каким-нибудь вопросом, и я очень рад на него ответить, это очень приятно. И я хочу рассказать, хочу поделиться чем-то. Плюс иногда ты просто можешь позвонить, типа, привет, как дела, я иду из школы. Это, конечно, необычно так, потому что никто сейчас не звонит. Особенно люди, которые младше, мне кажется, наоборот, не пользуются вообще телефонами. Сейчас не принято звонить. Какие ты главные различия видишь в общении с людьми старше и со своими сверстниками, например, в школе? Когда разговор заходит на старые времена, то есть 10 лет разницы, это вот тебе уже было 10, я только родилась, и ты, может быть, играл в какие-то другие игры, а у тебя было другое окружение. И люди, которые, например, живут в городах меньше, чем Москва и Петербург, у них вообще же другая жизнь была. Это мне сложно понять, потому что я в этом не жила. Ну что ж, это было все наше видео. Спасибо вам большое за просмотр. И вообще, я просто хотела записать видео с Кириллом, потому что он очень приятный человек. Спасибо, Лиза. И познакомьтесь с Кириллом, если вы с ним еще не знакомы. Я вставлю ссылку на мой канал внизу в описании. Я надеюсь, что мне что-то полезное сказали. Да? Да. Супер. Нужно всегда оставлять мораль небольшую. Не забывайте поддерживать меня пальцем вверх, подписываться на мой канал внизу. И я вас очень сильно люблю. Пока. Пока. Пока.